Астраханский Волгарь триумфально завершил сезон и вышел в футбольную национальную лигу. В первом туре команда примет на своем поле гостей из Сибири. Футбольный клуб Тюмень. Матч состоится 6 июля. До этого астраханцы проведут тренировочный сбор в Кисловодске, где в середине июня проведут спарринг против Махачкалинского Анжи. Ну а пока Артем Лепехин подвел итоги выступления Волгаря в прошедшем сезоне. Этого мгновения Юрий Газаев ждал с 2003 года. Как и тогда вместе с КамАЗом, так и сейчас с Волгарем он триумфально прошелся по второму дивизиону. В четвертый раз за свою историю волжане выходят в первый дивизион. Мне в начале турнира сказали, что хватает 23 побед для того, чтобы выйти. Как и тренер, так и его подопечные прогнозам не верили. Старались выигрывать в каждом матче. Встреча вышла на слабу 28 побед при шести ничьих с гордым нулем в графе поражения за чемпионат. В истории Пернст России с таким щитом из битвы не выходил еще никто. Даже московский «Спартак», катком проехавший по своим соперникам в начале 90-х, за сезон терял очков больше, чем нынешний Волгарь. Впрочем, сами игроки, несмотря на кажущуюся легкуюсь в итоговой турнирной таблице, сезон признают тяжелым. Все команды приезжают к нам в Астрахань играть, и они все играют от обороны. И тяжело взломать оборону соперника. Хорошо, что 1-0 это же мы выигрываем, а когда не забиваем, это 0-0. Я думаю, лучше 1-0, чем 0-0, правильно? Я считаю так. Тем не менее, главные бомбардиры зоны Юг штамповали мячи именно в составе Болгаря. Алхазов, Ахба и Веркашанский на троих наколотили 59 мячей. Больше, чем вся Волгоградская Олимпия, едва не ставшая третьей командой в зоне. Тем ценней была покупка в межзоне лучшего голеодора-черноморца Сергея Веркашанского. Мало того, что его гол Даггизлю вывел команду в Национальную лигу, так еще и стал едва ли не самым красивым мячом этого сезона в России. Я за торпеду Армавир играл, и так же с Даггизелем получилось в Армавире. И лицов падений, случайно, если 2-1 мы выиграли, я вышел на замену. И примерно таким же ударом, только было метров 11, да, урод забил, мы так же 2-1 выиграли. А по значимости вот этот гол я посадил на первом месте. Сомневаться, какой гол в карьере Андрея Зенина для него на первом месте не приходится. Дебют у защитника за Волгарь получился сверхудачным. На исходе матча против Пятигорского Машукаву открыл и счет своим мячам за родную команду. Впервые за долгое время воспитанник школы Волгаря отличился в игре за главную команду. В этот момент я почувствовал незабываемые ощущения, наверное, такой адреналин переполнял меня чувство гордости, что ли, за наш родной Волгарь, за клуб, который, за который я болел всю свою жизнь, который ходил на стадион еще когда играли в первой лиге, и когда стадион забивался под завязку. Андрей Коваленко один из тех, кто, будучи игроком астраханцев, помнит дебют Волгаря в первом дивизионе образца 1999 года. Тогда волжане по итогам сезона еле избежали вылета во вторую лигу. Сейчас уже став тренером команды уверен, в национальной лиге Волгарь выступит куда успешнее. Мы будем, естественно, усиляться. На какие-то позиции будут новые футболисты. Я, в принципе, думаю, что, следя за уровнем первой дивизионы, я думаю, что провальным у нас год не состоится. Сезон футбольной национальной лиги стартует уже через месяц. До этого Волгарь ждут двухнедельные сборы в Кисловодске. Болельщики в этот период тоже футболом обделены и точно не останутся. Впереди чемпионат мира. На следующий день после того, как в рамках Мундиали Россия сыграет с Южной Кореей, Волгаря в Кисловодске ждет серьезный спарринг соперник Махачкалинский Анжи. А в первом матче сезона астраханцы примут на своем поле гостей из Сибири. Футбольный клуб Тюмень. Артем Лепехин, Руслан Срывченко, Муслим Тебленов. Весь Астраханская область.